Пересолил Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. Его вызвали для межевания в имении Девкина. До него от гнилушек было верст 30-40, это при условии, что возница не пьян. А то и все 60 могло получиться. Смирнов обратился к станционному жандарму, желая узнать, где можно взять почтовых. Оказалось, что нигде, но на станционном дворе можно сторговаться с попутным мужиком. На станции, после долгих поисков и договоров, он нашел здоровенного мужика, рябого, угрюмого, одетого в сермягу и лапти. Между ними произошел содержательный разговор. «Черт знает, какая у тебя телега», — сморщился Землемер, глядя на странное сооружение. «Не поймешь, где у нее зад, где перед». «Что ж тут разбирать-то», — удивился хозяин телеги. «Где лошадиный хвост? Там перед». «А где сидит ваша милость? Там зад». Лошадь взяла с места только после третьего удара веревочным кнутом. Она была хоть и молодая, но заморенная, тощая. Когда телега выехала со станции, наступили сумерки. Было тихо, но морозно. Кругом глушь непроглядная. Неровен час нападут и ограбят разбойники. «Ни кола, ни двора кругом», — подумал Землемер, — «и возница какой-то ненадежный. Он какая спинища, экая дитя природы. Такое дитя пальцем тронет душа вон. И морда у него самая зверская, подозрительная». Решил Землемер поговорить с возницей. «Оказалось, что зовут его Климом». Потом Смирнов поинтересовался, не шалят ли у них разбоем. «Нет, Бог миловал». «Кому же шалить?» «Это хорошо, что не шалят», — сказал Землемер. «Но на всякий случай я взял с собой три револьвера», — соврал Глеб Гаврилович. «А с револьверами, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками спариться можно». Совсем стемнело. Вдруг телега заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево. «Куда это он меня повез?» — подумал Землемер. «Все прямо ехал и вдруг повернул. Еще завезет под лес в какую трущобу и...» «И бывают ведь случаи». «Так ты говоришь, что здесь не опасно?» «Это жаль, жаль. Потому что я люблю с разбойниками драться. На вид я худой, болезненный. А силы-то у меня, как у быка. Однажды напали на меня три разбойника. Так что ты думаешь? Так отделал, что один Богу душу отдал, а двое на каторгу пошли. Не дай Бог со мной связываться». «И откуда только сила берется?» «Возьмешь рукой одного здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнешь». «Я вот еду, а начальство известно, следит. Постой. Куда ты въехал? Куда ты меня везешь?» «Нечто не видите. Лес?» «Действительно, лес. А я-то испугался, — подумал землемер. Надо не показывать, что боюсь. Вон как лошадь разогнал». «Попридержи-ка лошадь, слышишь? Попридержи. Зачем? За мной должны следом четыре товарища ехать. Здоровые, коренастые. Подождем, веселее будет. Ты чего на меня все оглядываешься? На меня не надо оглядываться. Ничего интересного. Вот только револьверы. Сейчас покажу. Изволь». Землемер сделал вид, что роется в карманах. И в этот момент случилось то, чего он не мог ожидать. Клим выпрыгнул из телеги и на четвереньках побежал в чащу. «Караул!» — загласил он. «Бери окаянный телегу, только не губи душу!» В чаще послышался треск, и все смолкло. И как тут быть? Самому ехать дальше нельзя. Дороги не знает. Стал землемер Клима звать. Часа два звал. Слабый ветерок донес стон. Это был Клим. «Поехали дальше, голубчик!» «Пошутил я!» «Какие у меня револьверы!» «Это я от страха соврал!» «Поехали!» «Мерзну!» Клим выполз из чащи. «Бог с тобой, барин!» — проговорил он. «Коли б знал, за сту ссылковых не повез. Я ведь чуть не помер со страха!» Клим стегнул по лошаденке. Телега заскрипела. Землемер закрыл уши воротником и задремал. Дорога и Клим уже не казались ему опасными. Оооо! Людка и Клим. Стрельни. Рецепт.